Отучилась в родной школе в 8 классов, потом уехала покорять город Сыктывкар. Так как мои родители все любили петь, все время ходили в клуб петь дуэтом, когда папа не стала, мама одна, мама даже в заведующем клубом работала. Ну вот и решили, что я тоже буду, не знаю, тогда певицей, не певицей, но артисткой. Да, хотели, чтобы я была артисткой, потому что я тоже пела. Как это ни странно, из всех на тот момент училищ, заведений средних, был известен только нам музыкальное училище, училище искусств тогда называлось, сейчас он колледж искусств. Ну вот, после 8 класса, в 15 лет, я взяла 5 лет в шкафу под замком лежащий дипломат. Потому что мама мне сказала, когда будешь поступать в город, возьмешь этот дипломат. Вот я там получила 4 года, было, конечно, очень-очень сложно, потому что без музыкального образования, а диплом дают всем одинаковый, поэтому все с азов. Я вообще не понимала, когда специальность, там фортепиано, вообще не понимала, как может вот правая рука, скажем, идти вверх по клавишам, да, а левая и вверх, вообще не понимала, что это вот такое может быть. Вот я не стала музыкантом, не стала музыкантом, но формирование у меня как раз произошло в училище, потому что это, во-первых, музыка, это вообще другая атмосфера, это общежитие, а в училище это не только музыка, это прикосновение и к великому искусству, это и живопись, и скультура, потому что у нас там были уроки и этики, и эстетики. И поэтому вот то, что я пишу стихи, это благодаря училище. Я думаю, что да, ну в любом человеке же есть заложены вот эти основы, да, основы музыки, там, стихов, вообще искусства, любви к прекрасным, это все в любом человеке есть. И, допустим, если я не пошла, ну, скажем, училище, да, а куда-нибудь там, ну не знаю, что которым маляром, да, может, у меня бы это все не выплеснулось. До того стихи тоже терпеть не могла ведь. Да, мне нравилась проза, да, я очень любила читать проза, пожалуйста, проза, а стихи нет, что за ерунда, что там, любовь, морковь, речка, береза, вот что. Конечно, мне, естественно, то, что учили в школе, то и попадалось, да, потому что, скажем, вот с мировой поэзией не была знакома, поэтому вот мне нравилось. А потом, как раз училище уже, у меня прекрасный был преподаватель хора Миталия Гердина Ростова с прекрасной фамилией, и вот она меня потихоньку вот так, там, какой-нибудь сборник стихов там предложен, а потом вот это вот выплеснулось. Я помню очень хорошо, что что-то у меня вот там перевернулось внутри, и я хочу это выразить даже не стихами, а словами. Для меня вот эта музыка, для меня, она открыла во мне вот то, что я думаю, что заложил, ну вот Бог основу закладывает, да, а как мы их развиваем, это уже наше дело, куда мы, в какую среду мы попадаем. Мне посчастливилось попасть в обалденную среду с музыкантами, думаешь, откуда Акаса, все оттуда. Ах, просто хотелось быть артисткой, певицей. А Бог знает, что нужно делать.